Вы парю уже забрали, да? Да, забрали. Я вот здесь не все время, но то, что время бывает, маленько вижу. Маленькие дети подрастают, на них внимание кто-то обращает, нет дома. У вас еще дети есть или один? Родной только один. Как? Один. Аминь. Ну почему ему, я как спрашиваю просто вас, почему ему позволяете так вольно с вами обращаться? Он вас не ценит нисколько. Это мать. Хватает, как будто вот он с этим старостиком дерется где-то. Крутнулся, отхватил его. Вы возьмите его в рамки. Если сейчас чти отца и мать. Великое почитание. Вот у нас было 10 детей, если бы каждой мать хватало там, мы вообще этого не знали. Мы не из Рима на другом уровне чувствовали их любовь и ласка. Он бегает, он ничего не признает совсем. Вот сейчас сидят все. Он соскачил. Зачем он соскачил? Иди сюда. Подойди. Скажи, зачем ты подходил и в кастрюлю заглядывал? Когда уже раздавать начали. Объясни. Понимаете как? Это несет обед в чашки. Он сразу соскакивает и в чашку. Это бродяжка какая-то. Мы за столом с родителями никогда не заглядывали. Что такое опустить глаза, он не знает. Что такое создать тишину в душе, он не знает. Душа ищет соединение с Богом. И поэтому душа метется, вот так вот, в кастрюлю куда-то. Глаза бегают. Почему? Он Бога не знает. Я его трогать не могу. Его в рамки я возьму в течение одной минуты. Он у меня будет ходить по одной плашке вот так и свернет нигде. Но уже детского лагеря нету. Повторяю, 45 лет. Там кипело все. Одна жена на костюре. Я почитал только 120 человек только. И считывая, что живем в каких-то глиняных, как звали, власти, говорит, курятников. Ты мне не отвечаешь. Ты разговаривать со мной не хочешь? Зачем он мне нужен за столом такой? Он даже не разговаривает. Почему не разговариваешь? Он привык, это очень здорово. Он молчит, а дальше свое дело делает. Решай, что лучше. Для тебя чего лучше? Разговаривать или не разговаривать? Не разговаривать. Чего? Не разговаривать. А когда тебя старшие спрашивают, почему не отвечаешь? Зачем ты, когда сидели сейчас здесь и Владимир Юрьевич и рядом все здесь, и ты соскочил в кастрюлю заглядываешь один? Горячую пищу тащит. Ты мешаешься? Этот соскочил тоже, давай выбегать, я уже вернул его. Но дисциплины никакой нету. Я не касаюсь здесь. Дядя Вова нет, а вы и смотрите. Мы для чего здесь находимся? Шалман такой создавать. Зачем ты в кастрюлю подбежал заглядывать, когда уже раздают? Заглядывай, не заглядывай, будет только то, что в кастрюле. Она там не изменится. Уже сваренная, уже вымеренная. Сестры помогают, разносят. Та несет, он сразу за ней или в чашку за рукой. Видите, если мясо было бы, она расхватила, вытащила из чашки. Ты считаешь это нормально? Тебе мама не хочет ему что-то сказать? Я ему обязательно скажу после обеда. Обязательно. Тебе на душе легко или тяжело? Тяжело. Мне стыдно. Ты Богу молись, это все будет на месте. Что-то не так. Стань мысленно, мысленно, мысленно. Скажи, Господи, помоги мне. То ли мне скучно стало. Вы не молитесь. Вот в чем дело-то. И на службе ты ногами играешь и крутишься. Там что-то пугов какую-то бедную терзаешь. Бога-то в душе нету. Где Бог, там радость. Написано 7-кратно в день. Прославляю тебя за суды правды твоей. Не за то, что Бог дал, а за суды, за жуков, за этих, за Кази, за Вайдан. За все прославляю Бога 7-кратно. Я один дома. Я на пенсии. Моя задача не менее 7 раз встать на молитву. Что такое? Три святой и 100 поклонов. И после молитвы мне не хочется ни с кем разговаривать. У душе еще продолжается та же самая тональность. На той волне я стою. Я уже молитву кончил. Поднял руки. Там второй раз впереди. Я в нем должен еще 5 раз. Не считая утренней или исчезней молитвы. Я рассказываю, делюсь опытом. Вы этого не знаете. Отец пасет на поле. Где-то. Где-то там далеко. 12 лет. Меня мать посылает. А мне 5 лет. В то время было. Отнести ему обед. Отец в поле. Я знаю все дорожки, стежки где-то. А я иду. И мне хочется послушать. Как растут растения. Корни у них. Дым пошел. У меня мысли одни. Как-то страшный суд будет. Как будет ужасно все. Мне 5 лет. Ребенку. Я несу обед. Ложусь на землю. И слушаю. Что там? Слышно. Понимаете? Вот. Это вот избрание. Вымолить надо у Бога. Или мать больше обо мне молилась, чем о старшем. А старший лукавый был. Хитрый. Зрачливый. Лживый. Табаковый. Пьяница. Он работал. Мастер большой. Не такой пьяница. А упивал. Потом. Вот это состояние я все время наблюдаю. Где оно проявляется. Я бы сегодня ничего не дал работать. Мы просто сидели на куче из хрена. Из кремовых листьев. И где-то. Садись. А думай. Ты приехал в хорошее место. Ты подойди к маме. Маме потихоньку. Мать где-то что-то делает. Я потом говорил. Ты скажи. Мама. Там в комнате люди. Пойдем там сарай открытый. Пойдем помолимся. Немножко молитвы. Минуты две. Скажите Богу радость общения. Матери не будет. Ой как тяжело будет. Никто так тебя не обнимет. Не приголубит. Мы находимся сейчас здесь. Собираем жуков. Уже идем оттуда. И вдруг звонок. Звонит наш врач в кровевой больнице. Виктор Андреевич Яковлев. Так. Я дал телефон. Галине Александровне. Расскажи. Что он говорил. Насте сейчас очень плохо. Поговоришь. Видите как. Насте сейчас очень плохо. Она испытывает сильные боли. Все тело у нее горит. Она лежит раздетая. Это. Глана Насте. Насте дрога. Это дрога то вот этого. Мама Фроси и Неста. Фросина мама. У нее больше года вырезано желудок полностью. Желудка нету. Она в рот берет кусочки льда. И все это сплевывает. Поскольку не может даже глотать уже. Это уже не первый день. Живот у нее раздуть сильно. То ли от жидкости. То ли от вздутия кишечника. Это можно узнать только на УЗИ. Но чтобы это узнать. Это нужно ее перевозить лежа. Виктор Андреевич сейчас думает вообще о целесообразности этой процедуры. Вести или не вести. И просил молиться нас. Чтобы Господь укрепил ее. Помог перенести все эти испытания. Потому что все обезболивающие ей уже не помогают. То есть она лежит в этой агонии и терпит эту боль. Ваша мама. А обезболивающие никакие не действуют. Ей помощи ниоткуда нету. Единственное что это Господь Бог. И Матерь Божия. Покое там опором любви. И ангел-хранитель. Который это все видит. Приехал ваш дедушка. Папа Настя. Но он уже сегодня должен был уехать. Как сказал Виктор Андреевич. Из Казахстана где-то. Да. Из Казахстана. И сестра родная. Не знаю какая там. Старшая. Старшая. Не знаю. Она еще там у них. У Насти. Про Андрея ничего не слышно. Обстановка не просто тяжелая. Аховая. Духовная помощь очень трудно. Мать не властная. А отец никакой. Им надо подготовить. И двое уже учиться там начинают где-то. Хотя совсем маленькие. Она сильно болела 10 лет назад. И молила Господа. Ангел вымоли меня у Бога 10 лет. Чтобы дети поднялись. И говорит вот. Когда операции стали делать. Желудок. Рак все окутал. Говорит. Прошло 10 лет. Я говорю. Ты не хочешь еще помолиться? Нет. Я знаю что. Вымоленная. Все. А может 10 праведников. Уже Господь ей стал разговаривать. Там и 10 то нет. Она все понимает. Но ее любовь. Кому больше. К детям или к мужу. Сказать проще. Непутевому. Она не хочет, чтобы дети видели ее страдания. Вы помните Иуда бен Гур. Когда они прятались там. Сидели прокаженные. В камере заразились. И они не хотели, чтобы Иуда сын ее. Князь земли. Увидел. Какие они с сестрой. Его сестрой и матерью стали. Христос исцелил. Христос. Именно первый век христианства. Так и здесь. Они. Мать хочет видимо, чтобы они ее запомнили. Такое. Какая она сейчас. Не такой. И мы ни разу. Никто не подошли. Не спросили. А в данный момент. Что мы должны взять. Она наказ дает. Наказ дает. Я записываю. На видео где-то. Я не знаю. Самое или главное. Она говорит. Я говорю. Ты скажи. Мору. Андрею. Говорить сейчас что-то начни. Осуждаешь. Понимаешь. Люди играют этим словом. Осуждаешь. Я сказал. Галина Александровна. Ты что говорила. Она мне там. Ты расскажи здесь свое мнение. Они. Они. Серьезные. Такие. Твердые. Она. Не захотела. Я знаю. Говорит. Все будут меня осуждать за это. И. И какими словами. Насчет ее подружать. Она все сказала. Я говорю. Ну смотри. Я хотел чтобы ты дала наказ. Ладно. Нет. Значит нет. Цените пока можно. Пока рядом. Пользуйтесь то что у тебя есть. Две руки. Две ноги. Два глаза. Это лишиться можно в один раз. Я сейчас. Я сейчас. К ним тут пошел. Он строится. Человек этот. Забитые скобы. С той стороны. И сюда. У крыса вышли. И завернутые. Острием. Как раз. Сюда. На ту сторону. Если ребенок упадет. А оно прямо. Острое и острое. Ну скоба. Самоковочная. Вот такое. Она тащит. Вот никак. Она войдет сюда. Я знаю. Она пройдет кожу. За ребро подцепится. И он будет висеть просто. Как же это можете делать. И тут же дед идет. Ой. Правда. Как это. Так это уже не день. Не два. Это уже второй год. Так. Я пробыл три дня. И три дня не нахожу покоя. Дома-то никого нет. Их не могу поймать. И они сразу молоток взяли. Топор. Давай заворачивать. И выбивать. Мы отвечаем за детей. Которые рядом. Повторяю. У меня ни одного повреждения. Не было. За 45 лет. Я каждый гвоздь стараюсь. Загнуть. Убрать. Выдернуть. Дети. Чтобы они ходили там-то босиком. Тяпки где поставить. Учу их. Я на 931. Бог знает. Это было над каждым ребенком. Так. Над каждым. И когда выезжает. Все довольны. Ну бывает. Пошли купаться одна. Я показал где. Три поклона. Без поклонов. Не выходить из лагеря. И на берегу. Три поклона. И идти. И там куда. Она разбежалась с берега. Сиганула. А там дерево свечек. На ногу сразу пропорол. На руках. И вы знаете о ком я говорю. И больше она в лагерь не ездит. Я приглашал. Ну. Старший был поставлен над ним. Но старший с ними поворачивается. А она в это время ни слова не говоря. Почему? Это все пусть родители разбирают. Это в характере ребенка. В характере. Уже воспитали. А здесь наконец крышка. И Господь крепко стукнул. Ладно. Еще заражения не было. И никак это нельзя предусмотреть. Здесь все у нас было предусмотрено. Порядок. Проинструктирован. Где заходить. Специально трап идут. Держаться с двух сторон. Поручи. Спускаться. Поручи. Выйдет как. Где купаться поплавками. То есть все проверено здесь. Ни слова не говоря. Разбегался с берега. У нас знакомый. Он так же прыгнул. А там ревно. И головой. И семь позвонков. Шаги головой. Семь. И вот уже теперь пятнадцать лет он лежит. Да ладно. Господь дал ему такую глубокую веру. Он. Я говорю. Как страшный для нас. Как страшный. Охраняешь нас молитвами. И он. Иконописец. И все. Вы знаете о ком говорю. Сергей Козлов. Краснодарский край. Краснодар. Так. Мы сейчас будем обедать. Дети после обеда нигде ничего не делают. Но чтобы были заняты. Не ложиться спать. Я вчера говорил. Вы потянетесь в постель. Когда я уходил. Не ложиться. Вы нарушили это. А потом мучаетесь ночь. Организму это не надо. Вы на два часа позже встали чем обычно. А тут еще и емкость. А ночь пришла. И ночью не в сладость уже. Вот мне засыпать. Сестра за мной была. Она смотрела где-то 27-37-47 секунд уже. Чтобы заснуть. На полном пределе. Только лег. Глаза закрыл. Молитву ни одной уже. Только стоя. Просчитаю. Орежа я не могу. Пять слов молитвы я уже уплыл. Надо пойти сегодня поговорить. Сейчас тебя взять. Ты идешь туда. Отрабатывай. А мы здесь зайдем в первый дом. Который Таня жила. Новикова. Лопату нас еще тащу. Под самый корень. Весь репей скорее убрать. Он вот-вот уже будет цепляться. А он сейчас мягкий еще. А Володе попросить, чтобы он литовкой скосил остальное. Оно опасно. И собрать и на канаву. Засохнет. Когда пожар какой пойдет. Сразу все выметит. Сметет. Сегодня мы жуков подавили. Тут больше полбанки набрали. Пройдет день. Через день или сколько опять надо пойти. Теперь мы знаем как наклонять. Быстро. Я нашел переходной. Переходник. Такой шланг. Поставил. Одна в другую. Становится. Прям на того легко. Даже если и листик попадет не беда. Все садимся. Держите. Каждый у нас зелень. Сегодня у нас пятница. после супа. После супа я размачиваю кусочек. Мы его размачиваем. Каждый. После супа я размачиваем на национале. Прямо не палец. Но по次.. Терри?! Продолжение следует...